Привет, это проект PowerDevice и здесь мы прокачиваем наши Android телефоны. В этом небольшом видео я покажу вам одно интересное приложение, которое подойдет на все современные Android телефоны. Данное приложение подойдет для тех, кто любит слушать музыку, либо различные подкасты. Сейчас объясню, что это значит. К слову говоря, это очень простое и минималистичное приложение. Оно устанавливается в вашу систему и не требует рут-прав. Хотя обычно для такого рода приложений нужны рут-права. Вот так оно выглядит. Приложение идеально подойдет для тех, кто любит на ночь слушать различную музыку, аудиокниги, смотреть подкасты и видео. Суть в том, что это приложение на системном уровне работает с различными плеерами. Вы выставляете таймер и когда подходит определенное время, громкость вашего плеера, через который идет воспроизведение, начинает потихоньку уменьшаться. После выключения громкости автоматом нажимается стоп. Это очень удобно. Для данного приложения нужна небольшая настройка, чтобы оно правильно работало. После настройки это выглядит так. В шторке мы запускаем приложение. Оно появляется здесь. Мы выставляем таймер на определенное время. Если вы уснули, прослушивая музыку, то приложение сделает все за вас. К слову говоря, оно практически ничего не весит. И как же его установить? Давайте это сделаем. Так выглядит установочный АПК-файл. Как всегда, скачать вы его сможете в моем телеграм-канале PowerDevice. Ссылку оставлю в описании под этим роликом. Не забывайте подписываться на мой канал. Здесь я выкладываю много полезного и интересного. Итак, устанавливаем приложение. Обращаю ваше внимание на то, что после установки это приложение не появляется на рабочем столе. Оно устанавливается системно. Что нам нужно сделать далее? Открываем шторку. Нажимаем изменить. Находим здесь вот такой ярлык. Music Sleep Timer. Нажимаем на нем плюсик. Добавляем его в основной раздел нашей шторки. Подтверждаем. Скорее всего, на данном этапе, если вы нажмете этот ярлык, ничего не произойдет. Таймер не будет запускаться. Что нам нужно сделать? Удерживаем на этом ярлыке в шторке. Должны открыться настройки данного приложения. Если таким образом настройки у вас не открываются, то вам нужно зайти в приложение. Все приложения. Нажимаем три точки показать системные процессы. В поиске начинаем писать Music Sleep Timer. Вот это приложение. Здесь сразу спускаемся в самый низ. Ставим галочку разрешить запрещенные настройки. Далее поднимаемся вверх. Разрешение приложений. Данному приложению обязательно нужно разрешить уведомления. Нажимаем уведомления. Ставим эту галочку. Отмечу, что кроме таймера, приложение никакие уведомления не выдает. Тем более, здесь нет рекламы. На данном этапе мы практически все настроили. Но остался один штрих. Смотрите, если мы опустим шторку, нажмем на данное приложение, чтобы его запустить. У нас запускается таймер. Но скорее всего, если у вас телефон Xiaomi, у вас будет вот такое окно. На нем не будет настроек. Чтобы это исправить, идем в основные настройки. Уведомления и строка состояния. Стиль уведомлений. Если у вас включен классический, включаем Android. Теперь, друзья, вот в этом углу вы сможете видеть другие значки. Например, у меня также установлено приложение Погода. Вот оно. И оно всегда отображает погоду в верхнем левом углу. Например, в любом приложении, когда я просматриваю видео, я могу видеть погоду. Поверьте, это действительно удобно. Если вы пропустили этот ролик, как установить такую погоду, то ссылку на него оставлю в описании. Вернемся к нашему таймеру. Теперь, когда мы запускаем таймер, у нас появляется вот такое уведомление. По умолчанию он запускается на 30 минут. Мы можем минусовать по 10 минут. Либо также плюсовать по 10 минут. Вот здесь левее мы видим время, в которое он сработает. То есть, когда будет остановлено воспроизведение. Очень удобное приложение, которым стоит пользоваться. Не забывайте подписываться на этот канал, на мой телеграм-канал. Ставьте лайки. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь помочь. Всем до встречи. Пока-пока.